Книга «Открытым оком», 9-й том, тема «Потеряевка», вопрос 2222. Наши деревенские жители больше времени заняты хозяйством и мало времени уделяют духовному. А есть ли где такое поселение, где можно было бы поучиться, как правильно жить? Здесь даже обедать приходится в разное время. Если человек будет есть в одно время всегда каждый день, то повлияет ли это на его духовном состоянии? И наоборот, если он есть как попало в разное время, то что может произойти с ним в духовном плане? Отвечает Игнатий Тихонич-Кладкин. В недавнем прошлом процент сельских жителей был более 70, а первые жители земли все до единого были колхозниками, без отпусков. Но занимались, как и теперь, самым наиважнейшим земледелием и животноводством, при том все до единого. Так что же им и путь к Царству Небесному закрыл? Терахов 8.15. Не отпрощайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего. Не будьте, как египтяне, надменные. Бытие 43.32. Не подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. Лучше нашего поселения не знаю, так что будьте для других учителями, чтобы за разрешением Вами поставленного вопроса к Вам ездили в командировку, за приобретением опыта от Вас. Как много сравнений Писание берет из быта труженика сельского хозяйства. 1 Коринфянам 3.2. Я питал Вас молоком, а не твердую пищу, ибо Вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. 1 Петра 2.2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти Вам во спасение. 2 Петра 3.2. Уже на компакт-дисках, там и Библии, и много проповедей. Вам ли стонать, прибедняться и придуряться с такими детски глупыми вопросами? Есть нужно всегда в одно время, как делают это немцы. Сектанты уверены, что сытый желудок требуется для мужества и хорошего настроения, как они отвечают в карманном справочнике христианского наставника. Цельвина Хьюза. Страница 23. Во-первых, Бог убедился, что или хорошо выспался и поел. Бессонница или плохое питание часто является причиной депрессии. Берите пример из природы, там все рассчитано по сезонам, по фазам, по часам. Это нужно видеть и использовать. Наше тело тоже легко привыкает к порядку, тем более с питанием. Даже пост и сон особенно должны быть исключительно точно расписаны по времени и без будильника. Будете вставать не позже без 20 минут в 5 утра. Безразличие теплохладность страшны, не приводят к пристаням победы, не подвикнут к битве рукопашной, не сготовят вкусного обеда. Ревность в деле дрожь и пот по телу, разум ищет мудрых вариантов. Здесь не встретишь тучных и дебилов. Что успех достигнешь, нет гарантий. Где бы ни случилась катастрофа, община живых идет на приступ. Для таких житейские голгофы не под мозги хилому артисту. С Библией на зло идут тараном, иногда в подкоп, а то в обход. Им наградой принятые раны побеждают, вновь идут в поход. В совести любовь воскресших душ слышат ровный зов Эммануила. Воду подведут туда, где сушь, благодать воды не искропила. Не уснут спокойно, ноют раны, ищут потерпевших и забытых. Для воскресших мир есть поле брания из допросов, кончившихся дыбой. Равнодушным и беспечным свечки. Погребальных дрог тележный скрип. Только слово Божие излечит застарелый храмовый артрит. Дух Святой в крещении наполнит живостью, желанием трудиться. Не страшат тогда на море волны ревность, не считай самоубийством. Не посредники, а лично Иегова теплохладных извергать намерен. Нет огня в кадильнице церковной. Царские врата еще не небо дверим. 3 июля 2004 года Игнатий Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok